Песня «Святый Господь» 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 здесь и сейчас, когда мы пускаем внутрь себя воскресшего Христа, когда мы видим массу поводов для небесной радости в ютубе скорби, плача и греха, в том мире, в котором мы живем. И это тоже наше великое обретение и великая радость. Традиционно во время чина Торжества Православия произносились анафемы, удостоверялись все верные чада православной церкви, кто к этой церкви не имеет отношения. Но нужно понимать анафему не согласно католической западноевропейской традиции, когда анафема есть не что иное, как активное пожелание зла тому или иному человеку, той или иной группе людей. Православной восточно-христианской традиции анафема есть не что иное, как удостоверение всех верных чад о том, что этот человек или иная группа людей к церкви не имеет никакого отношения, пока не принесет покаяние, пока не примирится с Христом и его церковью, и не войдет обновленное прежнее богоспасаемое стадо. Это удостоверение той границы, которая показывает, что и церковь, и есть не церковь. Есть то стадо, то те люди, та группа людей, которые с тем лучшим, что есть в их душе, их сознании, их жизни, пытаются повернуть ко Христу, пытаются объединиться и окружить Христа. И Христос их освящает, обновляет и спасает. И есть те люди, которые ищут иные смыслы, иные источники силы, иные источники энергии. Возможно, даже инфернальные, демонические, злобные. Но их почему-то убеждают именно эта сила и эта энергия. Мы должны понимать, что есть границы, и иметь границы личные, иметь границы империи, в которой мы живем, иметь границы культуры, иметь границы смыслов – это величайшее благо, и огромное приобретение всякого человека, который пытается и решается думать всерьез, по-взрослому. Мы четко понимаем границу нашего тела, мы четко понимаем границу нашего кошелька, или нашей квартиры, или нашего приусадья на участках. Но как-то у нас смутно получается понимать границы нашего Отечества, нашей культуры, а главное – границу нашей веры и нашего упования. И того, что мы теряем это четкое понимание и чувство границы, обрушается, ослабляется и теряется чувство нашей идентичности, теряется острота переживания нашего первородства и той благодати и радости, которую дал Господь всем любящим Его. Когда мы не различаем, мы становимся варварами. Когда мы не различаем, что есть добро и зло, что есть небесное и земное, что есть вечное и что есть приходящее, мы снова-таки обращаемся в авровский мир. Смешанный, спутанный, замутненный. Но православная церковь здесь и сейчас, в этот день, в праздновании торжества православия, призывает нас к высвящайшему и благодатному дару развлечения духов, развлечения смыслов, высшему дару божественной благодати. Когда мы начинаем видеть все смыслы, все идеи, все правды и неправды, все лукавства этого мира и отчетливо и ясно, трезво и однажды и навсегда понимаем, что вне Христа и в его Церкви нет спасения. И все силы своей жизни, все силы своей личности употребляем на то, чтобы сделать еще один шаг, еще полшага, еще хоть и малое, но стежки движения под определение Христу. И Господь, милующий, спасающий, будет нас обращать, отрывать от наших страстей, исцелять, обновлять и делать нас удобными для Царства Небесного. Будет за нами ходить по пустыне, по лесам, в наши заблуждения, суеверия и страстей, чтобы обрести, как потерянного отцу, и присоединив к церковному стаду. Аминь. Всем вам желаю радости, желаю духовных побед, желаю непостыдной веры и доверия Христу, который здесь и сейчас, и в этом храме, находится между нами и ищет возможность каждого из нас оправдать, простить, спасти, подарить утешение и дать новые смыслы, новые понимания и новую веру и новую благодать. Продолжение следует...